Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Согласитесь, питание – важная составляющая жизни любого питомца. Если вы не сторонник исключительно натурального рациона, то это видео вам точно будет полезно. В этом выпуске мы ответим на самые популярные вопросы про корм для домашних животных. Правильно подобранный качественный корм – залог долгой и счастливой жизни домашнего животного. Но как из всего многообразия кормов выбрать тот самый? На что обращать особое внимание при чтении состава на упаковке? И как определить размер порции корма для своего животного? Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы про корм для домашних животных. Выбирать корм необходимо, исходя из индивидуальных особенностей вашего домашнего животного. Прежде всего, следует учитывать возраст, здоровье, размеры питомца и его образ жизни. Большинство производителей кормов делят свою продукцию именно по этим показателям. Например, корм для котят отличается большей калорийностью, чем корм для взрослых кошек. При выборе корма важно обращать внимание на то, полнорационный он или нет. Полнорационный корм содержит все необходимые питательные элементы и полный витаминно-минеральный комплекс. И поэтому подходит для ежедневного кормления. Неполнорационный же требует дополнительных кормов или добавок, без которых диета домашнего животного будет несбалансированной. Сухой и влажный корма хорошего качества одинаково полезны для питомца. Влажный корм более близок к естественной, натуральной для животных пищи. Поэтому его, как правило, кошки и собаки едят наиболее охотно. Однако в большинстве своем сухие корма более сбалансированы по составу и не требуют дополнительных витаминных добавок. В то время как не все влажные корма являются полнорационными. При чтении состава корма обязательно обращайте внимание на наличие сомнительных ингредиентов, например, красителей и консервантов. Если они присутствуют, лучше оставить такой товар на полке в магазине. Корм плохого качества может крайне негативно отразиться на здоровье питомца. А вот сахара, соли и сырой золы в составе корма бояться не стоит. В кормах они идут в оптимальном для животных количестве, которое может принести только пользу здоровью питомца. Независимо от того, какой корм вы выберете, вам нужно будет читать этикетку время от времени. Большинство производителей регулярно меняют состав корма. Как правило, на упаковке корма указан рекомендованный производителем размер суточной порции для животного. Он рассчитан специалистами и призван покрыть 100% суточных энергетических потребностей питомца. О том, что корм не подходит питомцу, могут свидетельствовать самые разные признаки. Один из самых частых – расстройство пищеварения после употребления корма. Также нередко при питании неподходящим кормом у животного начинает портиться шерсть. Кроме этого, питомец может стать менее энергичным. Иногда неправильно подобранный корм приводит к набору любимцам лишнего веса. Оптимальный срок для перехода с натуральной еды на корм составляет 5-7 дней. В течение этого времени специалисты рекомендуют понемногу добавлять сухой корм к прежней еде, увеличивая его количество с каждым днем. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы про корм для домашних животных. А значит, сможете сделать рацион вашего питомца по-настоящему сбалансированным и подходящим именно для него. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!